Библиотека ПАМ. Надеюсь, что вам постепенно начинает более-менее все проясняться, нравится самое главное. Поэтому следующий пример использования библиотеки ПАМ будет аутентификация с использованием одноразовых паралей. К сожалению, эта лабораторная работа одна из тех, о которых я световал, что некоторые из них придется показывать только демонстрационно на FreeBSD, потому что в Linux 12.04 она отсутствует. Но, тем не менее, если очень понравится, то те, кто использует Linux, поставят себе FreeBSD. А куда они его поставят? Вот куда. Смотрите на доску. Сначала объясню задачу и какие бонусы она для нас здесь может иметь. ОПЕМ. Представьте себе ситуацию следующую. Вы уехали в отпуск. Тут вам звонят, спросите, помогите, что-то там случилось, дисковое пространство переполнилось или еще что-то. Вы должны из отпуска подключиться к себе на работу. Ну, конечно, сейчас у всех планшеты, ноутбуки и прочее, но теоретически может быть другой пример. Вот вы пришли на курсы сюда, вот сели за рабочие столы, значит, учитесь, тут чужие системы неизвестны кем поставлены и прочее. Тут вам звонят с работы, спросите, помогите. Кстати, один из плюсов открытого обучения написал прям слушатель, что ничего не мешало с работой одновременно. Представьте, сейчас кто-нибудь вам с работы позвонит, да, я тут рассказываю, машу руками, а вы там работой занимаетесь. Подняли голову, все ушли вперед. В открытом обучении запись остановили, работаете, потом сказали о работе до свидания, продолжили запись. Да, я как был консультантом рядом с вами, так и вас не бросают делать. То есть вообще супер технология. Так вот, вам надо подключиться к себе на работу, а вы, если пойдете на курс этичного хакинга, слышали, у нас такой курс есть, то я, в общем, смотрел эти записи, я просто в шоке, значит, не надо вообще ничего знать, чтобы навешать на машину всяких кейлогеров там, всяких трейдеров. В общем, там дают сразу DVD дисков, по-моему, штуки 4, там все есть. И, в общем, и рассказывают, да, вот тут программа, там, чуть ли не пункта свитчера, это первое, что сканируют, там, как это вытащить из пункта свитчера все эти логины и пароли. В общем, вы не хотите вводить логины и пароли. Понятно, да? Простая задача. Одноразовый пароли вам в этом случае в помощь. Идея одноразового пароля состоит в том, что вы, подключаясь к своей системе, ну, у нас с вами будет Unix, а вообще-то решения имеют различные реинкарнации и для Windows, и для Wi-Fi, с помощью пути подключаетесь к своему Unix. Но Unix предлагает вам ввести не просто логины и пароли, он вам предлагает сначала ввести логин, а потом предлагает ввести там 458 пароль. Вы 458 пароль можете получить по-разному. Значит, вы можете либо иметь у себя кучу бумажек с паролями, 458 пароль оторвали, ввели, и кто бы не сканировал этот пароль, он становится бессмысленным, потому что в следующий раз потребуется 457 пароль. Либо я сейчас продемонстрирую, вот у меня телефон, соответственно, здесь есть Java приложение. Ну, телефон очень сложно в запись добавить, поэтому я даже нашел эмулятор телефона, где это же самое Java приложение позволяет сгенерировать одноразовый пароль и один раз его ввести. То есть вы совершенно любого чужого компьютера можете аутентифицироваться в своей сети. Вот. Ну и будет еще один пример, который дальше эту идею разовьет. Ну, пока вот так. Как этот механизм работает? Механизм работает следующим образом. С самого начала вы должны для своей учетной записи, ну мы с вами будем юзер один, сгенерировать начальную последовательность паролей. То есть на самом деле в основе одноразовых паролей лежит обычный пароль. Не одноразовое, некое секретное слово, которое вы никому не сообщаете. Вернее, это секретное слово было использовано здесь для инициализации последовательности, и это же секретное слово должно быть в вашем гаджете зашито. Вот и все. Больше оно нигде, никогда не передается. Соответственно, ну, наверное, теория ясна, да, то есть эти значения постоянно меняются, и периодически надо эту последовательность переинициализировать. Ну, давайте я тогда, Виталий Александрович, на вашей FreeBSD это покажу, если не против, потому что в Linux, видите, отсутствует. Хотя в десятой версии еще было. Значит, ну, я тогда продемонстрирую, как это выглядит, потому что мне кажется, не кажется, а я этим пользуюсь. То есть есть вещи, которые я рассказываю, что они теоретически, это прикольно, интересно, можно там использовать. Есть вещи, которые я использую реально, потому что это, ну, уровень паранойи надо поддерживать в нормальном состоянии, я с чужих компьютеров не очень люблю. Хотя этот человек, в общем-то, нормальный, не психованный, но иногда нехорошие мысли в голову лез. Поэтому возьмем FreeBSD. Система Gate это то, что нам надо. Это как раз крайняя система, к которой можно издалека подключиться. Значит, для того, чтобы издалека к ней подключаться с помощью одноразовых параллей, у нас есть замечательная библиотека PAM. И в этой библиотеке PAM для службы SSHD, посмотрите, что прописано. Значит, прописано, что цепочка аутентификации содержит вызов в библиотеке PAM-OP. И, видите, да, слово PAM-OP. И если эта библиотека вернет нам все хорошо, то дальнейшая обработка цепочки что будет? Прервана. Суффициент. То есть, ничего больше не надо проверять. То есть, я не буду комментировать вот эту библиотеку. Я каждый раз смотрю в мане и вспоминаю, для чего она нужна. Вот, ну, какое-то есть описание. Вот, самое главное, вот эта часть. Но вот это нужно для того, что если я одноразовый пароль не изгенерирую, то дальше начинаются проверки. Кстати, вот это что за библиотека? Ну-ка, кто догадается? У нас же с вами началось все с обычного ETC PAS-VD, а над ним выросла библиотека PAM. Поэтому классическая схема аутентификации Unix превратилась в одну из библиотек PAM. Понятно, да? Все уложилось. То есть, если раньше команда Login, можно так сказать, если раньше программа Login сама, ну, потенциально лезла в ETC PAS-VD, то теперь программа Login лезет в библиотеку PAM. Так, значит, настраивать библиотеку PAM не нужно, потому что она есть. То есть, во FreeBSD само ПО одноразовых паролей имеется, и поэтому я смело перехожу к теме инициализации одноразовых паролей для пользователя. Значит, ну, во-первых, я должен стать соответствующим пользователем. Я им сейчас остановлюсь на системе, на системе Виталия Александровича. SU минус юзер 1. Заодно там пароль уже был. Вот он я, пользователь 1. У меня каталог свой. Инициализация одноразовых паролей. Осуществляется вот такой вот инструкцией. Она говорит, что создай последовательность одноразовых паролей, ну, ключ C, ключ F от слова force. Дело в том, что я говорил, что пароль для инициализации не передается по сети. Согласны? А сейчас фактически сижу сам по сети на компьютере Виталия Александровича. Поэтому F говорит, не обращай внимания, что я не локально это делаю, иначе она будет ругаться. Так, значит, сообщает мне, введи фразу для генерации одноразового пароля. Ну, я введу фразу OPIEPASVD. Раз. OPIEPASVD два. Вот мне сообщается, что инициализация одноразовых паролей для пользователя сгенерирована. И если бы у меня попросили 499 пароль, то я должен был бы ввести вот эти вот слова. Ну, что делать? Мы с вами используем западные технологии, поэтому эти слова на чистом английском языке и призваны к тому, чтобы более удобно было вводить одноразовый пароль. Можно, наверное, русскую реализацию какую-то придумать. Так, если я попробую подключиться к системе Виталия Александровича еще раз, посмотрите, 192.168.2.1. 2.1. Так, я, наверное, даже сейчас, поскольку пару раз это буду делать, сохраню, потом удалю. Так, подключусь как юзер один. Смотрите, что мне предлагают ввести. Видите, 499 пароль был для примера мне выведен, а на самом деле у меня запрашивают 498. Теперь я беру какое-нибудь средство, умеющее генерить одноразовые пароли. Ну, проще всего генерировать одноразовые пароли, например, с помощью самого Unix. Значит, сгенерирую 498 пароль. А что же вот это обозначает? Дело в том, что если открыть учебник по шифрованию, то там будет рассказано, что во многих алгоритмах для повышения криптостойкости используется усиливающая последовательность. По-английски называется что-то вроде sold, то есть соль. Она не является секретной, она передается в открытом виде, но использование ее для шифрации повышает стойкость к brute force. Поэтому нам говорят, введи пароль, номер такой-то. Для генерации этого пароля надо знать свой пароль инициализации, знать номер и знать соль. Соответственно, еще раз, что проще всего генерировать пароль с помощью Unix. Ну, где же Unix взять? У нас техническое задание какое. Кстати, Unix легко взять, у вас полно Unix. То есть мы могли бы спокойно сгенерировать. Но мы возьмем вариант поинтереснее. Вот я тут запарился тем, что нашел эмулятор телефона. Видите, Java-приложение на эмуляторе телефона. Соответственно, берем и говорим. Посчитай нам, пожалуйста, одноразовый пароль. Какой она просила? 498-й. Значит, говорим. Пароль OPIE PASSVD. Так, номер последовательности. Номер последовательности. Номер последовательности User1. Номер последовательности 498. Видите? 498. Так. Челлендж. Ну, или в солт, или челлендж называется. Вот этот. ГА-502, нет, 52-08. Так, ага, да. Ну, это же телефон, господи. 52. Очень удобно. 08. Ну, у меня удобнее. Я просто не нашел эмулятора нормального телефона. Так, output. Теперь говорю меню. Меню и посчитать. Посчитай. Ну, что делать, товарищи? Вот так вот. Пишем. Причем, смотрите, если нажать еще раз на Enter, то во FreeBSD пароль начинает выводиться в открытом виде. То есть, можно читать, что ты пишешь. Ну, и, по-моему, любыми буквами можно. Флаг, веер, ф, ля, марк, милия, я думаю. Жуть. Все, я вошел в систему. В следующий раз, если отлагиняться, то, соответственно, будет запрошен... Видите, другой пароль. Ну, как, симпатичное решение. Повышает настроение, и все. То есть, достаточно с таким вот телефоном или с таким, если найдешь. Тут разные телефоны есть. Вот такой есть телефон. В общем, выбирайте его. Сам Java Applet доступен. Под платиновые, да, наверное, золотыми буквами будет написано. Вот. Значит, одноразовые пароли. Ну, и, значит, чтобы это дело окончательно объяснить, принцип работы я очень коротенько расскажу. Идея заключается в том, что сам пароль, сам пароль одноразовый, постоянно меняется, и очередной пароль вот в этом вот файле хранится. Так, вот и кейс. Видите, рассказывается, что для пользователя user1 текущая последовательность вот такая. Вот наш с вами челлендж. А здесь захэширован тот пароль. Ну, еще раз, это без обратного преобразования. То есть там каждый раз получается хэш над хэшем используется. И когда мы штуки говорим, сгенерируя нам одноразовый пароль. Опять же, берется ваша мастер-последовательность и многократно хэшируется. Потом передается этот хэш. В следующий раз надо хэшировать на один раз больше. Вот таким вот способом мы исключаем передачу данных. Так, ну, а сейчас я этот файл очищу тогда, чтобы у Виталия Александровича не было этих следов лабораторной работы. Ну, лабораторная хорошая работа, ничего не скажешь, но бывает такое понятие интерференция лабораторных работ, когда включили это, и то включили еще и вот это, потом пробуешь, а там вообще начинается такое творится. И вспоминаешь, ага, нам же было это выключено. Вот, поэтому механизм одноразовых паролей я вам отрекламировал. Ну, вот в Ubuntu 10 есть, я им пользуюсь. У меня есть система в Википедии, где хранится. Там как раз используется механизм одноразовых паролей. Так, ну, это привет. Продолжение следует...